Приветствую, братцы-бойцы! 29 октября Василий Ломаченко возвращается. 34 года бойцу. Посмотрим, чем нас он может удивить и порадовать. И в какой форме тоже интересно. Время-то прошло много, были всяческие проблемы. И как он с ними справился, мы это, конечно, ребята, увидим. А как он справился, мы увидим это в поединке. Вот усик, видим, что справился со своими проблемами. Ну, я считаю, очень хорошо, так как вышел, забрал все пояса дважды. Ну, не все, еще один у Фьюри остался. Ну, если будет с Фьюри драться, то заберет, я так думаю. Ну, и как бы посмотрим Василий, что нам преподнесет. Кто такой, ребята, Джеймейн Ортис? Джеймейн Ортис, ребята, это проспект, который никому не проигрывал. 16 боев, 8 нокаутов. 50% это боец, не очень бьющий получается. Но боец крупный, ребята, 173 рост. Василий с такими дрался. На катании был еще выше. Как бы справлялся с ним. Но, ребята, давайте вспомним про Ломаченко, с кем он дрался. Раньше, когда-то давно... Вот мне нравится про Ломаченко давать прогнозы, потому что много хороших воспоминаний. Когда-то давно, когда Василий Ломаченко боксировал грамотно, дистанционно, я видел, какие у него ошибки. Я видел, какие бойцы могут выигрывать его, побеждать его. И когда он подобрался к такому бойцу, как Лопес, у нас канал единственный, и я горжусь этим, который увидел победу Лопеса в том поединке. И так оно и случилось. Но почему он проиграл в том бою? Давайте вспомним немножко. Потому что была ошибка, как я уже говорил, неоднократно тренерского штаба. То есть сначала работа на дистанции против крупного бьющего бойца она не принесла успехов. Ну и дальше, как мы видим, средняя дистанция, ближняя средняя дистанция, много прессинга, много выбрасывания ударов. То есть больше, чем в первой половине боя. Она принесла свои плоды. Василий начал доминировать, но было уже поздно. В последнем где-то раунде, помним, да, Лопес включился, показал там что-то туда-сюда конкурентное. Но судя решили, как решили. Спорить с судьями давайте не будем. И после многих выпущенных нами роликов про Василия Ломаченко, про манеры ведения боя, а вы уже знаете, ребята, что папа Василия Ломаченко смотрит наш канал и смотрел, да, когда мы давали советы. И даже в бою с кем там он бился, с Линаросом, да, давал даже советы. И камера засняла то, что он вспоминал в боевую провинцию. Помните прекрасно. И вот это, то есть умный человек, умный тренер, да, который может посмотреть вокруг себя, что есть, и выбрать лучшее для себя, для своего сына. Так как сын-то его, и не хочется любому отцу, ребята, чтобы сын его проиграл. И вот он с боевой провинции взял лучшее. И сейчас мы увидели, как Василия Ломаченко, благодаря нам тоже, начал доминировать в своей манере ведения боя. То есть, ну вот смотрите, давайте вспомним, кто там после Лопса был. После Лопса был на катании, да. Посмотрите, как Василий с высоким соперником уже не работал на дальней дистанции практически. Ну, что-то начинал, затем заходил на ближнюю дистанцию, и на ближней дистанции расколачивал его. И на катании не знал, куда деваться вблизи. То есть, на ближней дистанции, доминация Ломаченко на ближней дистанции. Это то, о чем я говорю, и сейчас пользуюсь моментом. Боксеры, учите ближнюю дистанцию и заход туда. Там вы будете, если вы будете постоянно работать на ближней дистанции, и суметь зайти туда, то не один. Боксер, который дистанционник, не выдержит вашей драки, вашей грязи, вашей, там, я не знаю, много моментов, которые есть в ближнем бою, в профессиональном боксе. Дальше, что у нас, ребята, происходит? Ричард Коми, боец, который разменивается, помните, мы в прогнозе сдавали, прогноз давали, то, что Коми чем опасен? То, что он на средней дистанции не боится и начинает размениваться. Вот в этом была опасность. То есть, Вася на дальней будет перестреливать, но Коми, когда на среднюю будет заходить, он будет уже начинать драться, махать, пропускать удары. Ну, что, Вася, мы видим, делает. Вася заходит на ближнюю дистанцию, на самую ближнюю, да? И даже посылает в нокдаун Ричарда Коми. То есть, на ближней дистанции. Смотрите, какой эффект. Василий Ломаченко, дедный культур, но в голову посылает в нокдаун Ричарда Коми, который боец мощный, крепкий такой, да? Костолов. Такой красивый нежданчик. Я до сих пор помню этот удар. По-моему, правый боковой. Да, по-моему, правый боковой, но на коротке. Такой мы всегда, вот у нас даже в зале изучаем. Кстати, ВКонтакте у нас тренировки. Сейчас ребятишек много набежало, уговорили меня, чтобы я их тренировал. В ВКонтакте делаем тренировки какие-то, по каждому кусочке выкладываю. Так что, кто хочет ВКонтакте, заходите, посмотрите. И своих детей учите и так далее. Так, дальше, дальше. Ну, это вот Ловаченко. Мы пробежались, вспомнили, кто он сейчас. Это значит, тот боец, который доминирует. Дальше скажу больше, ребята. Те бойцы, которые умеют работать на ближней дистанции, работать с блоком, их боксерский жизненный путь, боксера, он продлевается автоматически. То есть, меньше нужно двигаться на ногах, находиться около соперника. Но, нужна здесь грамотная защита на ближней дистанции. То есть, блок, да? Ну, Василий знает, что такое блок. Уже видно и понятно. Но, как он это развивает и отрабатывает ли он сейчас это постоянно, тоже вопрос. Потому что, Василий, видите, мечется. То война, то не война, то спортзал, то вот эти моменты. Не знаю сейчас, как он готовится, к чему он готовится, в каких он кондициях, какие у него мышления, да? Вот именно человеческие. То есть, ну, сами понимаете, вот эта негативная ситуация. Но будем надеяться, что у него все нормально и то, что успокоился, как вот усик. Дальше, вот смотрите, Джермен Ортис. Чем он опасен для Василия Ломаченко, ребят? Джермен Ортис, в отличие от всех его предыдущих бойцов, Кэмпбелла, Лопеса, на катании Ричарда Коми, это боец, ребята, который работает на ближней дистанции. Вот в этом главная опасность. То есть, Ломаченко должен улучшать ближнюю дистанцию. Потому что на дальней дистанции, вот с Джерменом Ортисом, могут отдавать туда-сюда. Правильно? Вот с Лопесом, помните? Давайте вспомним поединок, когда в первой половине боя. Не сказал бы я там, чтобы Лопес уж очень доминировал. Или там на голову был выше. Ну, были какие-то моменты, просто Ломаченко работал в отходе. То есть, судейство было все равно заточено под Лопеса. Это раз. Так как Ломаченко сводят с Джерменом Ортисом, с бойцом, который ни разу не проигрывал, я так думаю, то, что на его имени, на Ломаченко, хотят поднять Ортиса в лице всей боксерской общественности. У меня такое мнение. Может, оно, конечно, ошибочное. Может, ну, почему? Потому что вот Ломаченко, смотрите, 34 года. Все равно когда-то он будет там на спаде уходить, отходить и так далее. От бокса я имею в виду. И, представляете, сейчас такой скальб будет у Джерменом Ортисом. У него сразу ставки его повысятся, цена его повысится. И на нем будут там у себя дома, на нем будут зарабатывать уже люди другие деньги. Вот в чем опасность. Поэтому Ломаченко нужно быть на порядок лучше. Если даже он чуть-чуть будет лучше на дистанции Джерменом Ортисом, а Ортис на дистанции хуже Ломаченко, но тоже неплохо, то не думаю то, что там, когда будет туда-сюда, будут отдавать что-то Ломаченко. Я так думаю. Может, ошибаюсь. Но, посмотрите, сейчас Ломаченко нужно будет входить опять на ближнюю дистанцию. Из всех предстоящих боксеров это единственный боец Ортис, который работает на ближней дистанции. То, что он встает на ближнюю дистанцию, поднимает тоже блок, посмотрел его поединок, и начинает размениваться, молотиться на ближней дистанции. И вот в этой драке нужно будет, ребята, его поймать, перебить. Нужно держать блок как можно жестче. Не нужно отходить будет от Ортиса, я имею в виду от соперника, Василия Ломаченко. Нужно находиться постоянно будет около него, и постоянно должен быть прессинг и давление, так как Ортис, я не думаю, будет убегать. И здесь, видите, такой вопрос большой, кто будет лучше, ребята, на ближней дистанции. Опасность, ребята, большая. Точный прогноз я здесь не могу дать, но не буду, потому что нет смысла быть гадалкой в этом поединке. Почему? Потому что мы не знаем, и вот лично я не знаю, как Ломаченко боксирует с бойцами, работающими на ближней дистанции, начиная с этого Солидареса. Линарес тут тоже на ближней не работает. И все вот эти посреди, Кэмбеллы, все бойцы только дистанционные. Тот же Лопес. И если бы, ребята, Василий Ломаченко не показал работу на ближней дистанции, не показал работу с Коми, с тем же с накатанием, то бы здесь однозначно была бы победа Джермена Ортиса. Но, так как он показал работу на ближней дистанции, с поднятыми руками, все как положено, все как учили, то, конечно, шанс у Василия Ломаченко есть. Почему я говорю, у Василия шанс, а не у Ортиса? Потому что, еще раз повторюсь, то, что если бы у Ломаченко не было ближней дистанции, то здесь фаворит однозначно был бы Ортис. Дерется на ближней дистанции, заходит, отходит на дальнюю, боец молодой, боец функциональный. Вот как бы такие дела. Ну, если, ребята, такой вот еще момент, если Джермен Ортис будет работать просто на дальней дистанции, и Василий Ломаченко не будет его подпускать на ближнюю дистанцию, то на дальней дистанции Ломаченко будет его перекидывать. Здесь, видите, палк от двух концов, с кем, как и с кем, и как и нужно боксировать. Вот именно Джермен Ортис, боец, который тоже работает на ближней дистанции, и поэтому, работая с ним, с крупным бойцом, работающим на ближней дистанции, нужно на сто процентов знать, ребята, работу на ближней дистанции, вот именно у Ломаченко. Нужен блок, нужно отрабатывать эту ближнюю дистанцию постоянно, поэтому нужно ли туда входить, это уже вопрос к его папе. Смогут они отработать качественно, качественно и грамотно работу на ближней дистанции, то тогда можно размениваться, заходить и перебивать этого Ортиса, потому что в размении у Ортиса нету защиты, то есть он тоже опускает руки, начинает молотиться, вот здесь-то и нужно сконцентрироваться на защите. И может с ним лучше и на дальней и средней дистанции, может это лучше будет то, что Вася знал всегда и делал всегда раньше. Попробовать на ближней дистанции, прокатит, не прокатит, все, дальней и средней дистанции Василий Ортиса перестреляет, перекидает, потому что дальничок у Ортиса не не очень уж отличается там от Кэмпбелла, еще там от Лопеса, от ряда бойцов. Все, удачи, друзья, вот такое мнение на этот поединочек, подписывайтесь на наш канал обязательно. Ну и да, чуть-чуть не забыл, ребята, пишите, вы куда-то пропадаете, еще там какие-то моменты. Ребята, у нас есть чат, чат платный, в Телеграме, там сколько-то, 80-90 человек, вход одноразовый, то есть, один раз заплатили и вы там будете. Там люди зарабатывают деньги и учатся заработать, никакого обмана, ничего нету. Просто вы спрашиваете, я вам отвечаю. То есть, если вы с головой, вы будете смотреть, слушать и учиться. Если вы умный и грамотный в плане ставок, то есть, вы ставите, вы тоже что-то можете впитать там для себя и что-то дать свое ребятам. Потому что, ребята, люди взрослые, люди ставят большие деньги, там всякие 50 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч ставят деньги. И поэтому, если вы соображаете, то вместе что-то обсудить как-то с умными людьми в плане ставок, это даже польза вам будет. Поэтому, ребята, подписывайтесь, а эти 500 рублей, если вы с головой дружески, вы их отобьете ровно за час. Можно отбить там в каких-то проходных ставках. Все, друзья, всем удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!